Уже второй раз за неделю мне понадобился полный список удаленных скиллов в доте и нет, не для тирлистов Не может быть Для тирлиста Короче, пусть это видео будет наглядным пособием по удаленным, но еще существующим способностям Поехали Подожди Куда поехали? Это закрытая экскурсия Только для подписчиков оформляемся, одеваемся Ну и вот теперь поехали А, ну неплохо же Ну, нормально Честно могу сказать, пока что не знаю, какой длины получится видео Но, потому что я не знаю, сколько скиллов всего подрезали, поэтому и делаю видео Но просто надеюсь, что за полчаса управимся Если нет, значит я опять ошибся А, а, еще кое-что Стоит зит важное Даже несмотря на то, что этих скиллов уже нету в игре От ваших фишек я с ними не откажусь, потому что убрали их только из обычной доты Нет маны Да, это проблема Ну что ж, вот вам гай, как обузить ману и быть в плюсе Для начала зайдем в лавку к одному помешанному кастеру Это он, кстати, скупил все мангусы, клярите и стянул весь сыр с карты Зато теперь Рубен готов выгодно продать свои касты вам Помните недавно остроту из видео? Ну так вот За их покупку вы получите сундуки, балансы и пополните ману Купили и продолжаем Открываем бонусные кейсы, забираем шмотки и идем в контракты Добавляем в контракт всякое, проверяем выгоду Нажимаем создать Получаем ману в размере половины себестоимости контракта и хорошую шмотку Теперь идем покупать сокровищницы за ману и офигевать от годных предметов А ведь мы еще даже не трогали свой баланс Еще на сайте есть бесплатное летнее приключение В котором за каждые 15 уровней вы получите аркану А за завершение сможете урвать ДК-хук Так что это, если хотите потрогать свой баланс, ссылочка будет в описании Ну и да, обратно к видео Спасибо, дружище Первый Текис А вот так не ждали, ну да, сегодня идем с конца Измененные способности считать не будем, потому что их просто добавить не получится Так что всего лишь два скилла Стасис Трэп устанавливает невидимую ловушку, которая при срабатывании применяет на вражеских существ оцепенение Да, я просто буду читать описание, а потом слегка объяснять И если надо, так явно будет проще Аое корни на 5 секунд, срабатывающие, если подойти к мине, которая для начала должна активироваться 2 секунды И... Ух, бля Ремоут Майнс Устанавливает невидимую мину, которая взрывается только при активации вручную после небольшой задержки Не наносит урон постройкам С секунду кастуете бочку, которую потом можно дистанционно взорвать из любой точки карты Даже будучи мертвым, если выделить сами мины А, да, по поводу этой хуйни, которая на экране происходит Ее нельзя выделить и взорвать вручную Но можно чер... Наебал, получается еще один удаленный скилл Фокус Детонейт Взрывает все мины в указанной области И если вам кажется, что возможность взрывать невидимые мины в любой момент времени Это немножко по-лавкрафтовски Нет Все было хуже, чем вы себе представляете Второй Окей, без цифр Пангольер У него удалили всего лишь один скилл Хардпирсер Каждая атака Может сбросить броню врага И замедлить его Эффект активируется с небольшой задержкой после срабатывания Еще раз Каждая атака Однако пассивка прокает и от скиллов Но... Блевать на такое мы уже внимания не обращаем Семь Сама пассивка имеет 15% шанса срабатывания Через 2 секунды после которых цель замедлится И останется ровно на нуле брони Ровно на нуле Даже если у вас есть Кираса Сауры на минус 5 брони Все равно будет ноль Странная, в общем, шляпа Поэтому, наверное, удалили Никс Ассасин Моноберн Не опутать с новым скиллом Майндфлеером Выжигает у выбранного героя ману Пропорциональную его интеллекту И наносит урон, равный выжженной мане Коэффициент интеллекта 5 Если стиль на проще Кто я? А я нами Рэй А кто? Ты А я нами Рэй Вот даззл 100 интеллекта Его в школе так называли Каждый моноберн будет выжигать 500 маны И наносить 325 урона Потому что резист Кулдаун всего 5 секунд От нового скилла отличается в основном тем Что еще сжигает ману Потому что, да, флеер этого не делает И как бы, да, медузу законтрить тяжело, мам, помоги Но не забывайте, пожалуйста Что никсу добавили 50% моноберна От максимальной маны В удар от ультимейта Хе, эльмяю Небольшой бонус В консоли есть скилл, который называется Магнус Стрейнхоф Джоэлрак Я уже нашел теорию о том Что это должен быть новый скилл И всякое такое Но есть небольшая проблема Магнуса в доте зовут не Магнус А Магнотавр Может поэтому скилл не работает Вальф просто об этом сами забыли Дазл По его первому удаленному ультимейту Я думаю, никто не скучал Виф Накладывает на выбранную область заклятие Которая с течением времени Увеличивает броню союзных героев И уменьшает ее вражеских Буквально Кинули, забыли А броня медленно меняется Ну и кое-что более обидное для бажужеров Гуджужер Гуджужу Когда герой применяет одну способность Оставшиеся переследки всех остальных уменьшаются Нажимаете скилл Он откатывает остальные Чтобы они потом могли откатить сам этот скилл Ну и конечно С аганимом вы получали возможность Каждые 180 секунд откатить все предметы Либо себе, либо союзнику А также базовый откат всех ваших слотов Уменьшается в два раза И вот поэтому Сука, до сих пор скучают А про них вряд ли кто-то в принципе вспоминает Чен Ля посмотрел на иконки И прям заностальжировал Тест оф фейт Целых два теста Первый Проверять веру врага нанося ему случайный урон Если применить на союзника Восстановит ему случайное число здоровья Если применить на себя Лечение будет максимальным На последнем уровне 200 минимум 400 максимум И это чистый урон Иногда штрекнуть может хорошо Особенно я помню Что у него пенис раньше увеличивал входящий урон Так что да Штрекнуть могло еще лучше Я же ничего не путаю, да? У него первый скилл увеличивал входящий урон И его никто не качал Потому что думали, что он очень слабый Дебилы, блять Пойду проверить Да, он раньше увеличивал входящий урон На 36% С длительностью, сука, 8 секунд И кулдауном 11 Его не качали Вместо него плюсики брали Ёб твою мать Дотеры и профессионалы Они нихуя не понимают Абсолютно Почему мы забыли об этом? Если бы килл сломанный был, кстати 36 про Это undying Еще и замедлял И дальность каста, нахуй Бля, я смотрю на этот скилл Он Я бы, он сломанный Бля, хорошо, что я про него в этом видео вспомнил Дай боже здоровья Илюх, главное, иконку повесь сюда Окей, возвращаемся обратно к тестам Лечение, конечно, слегка меньше получается 100-200 Но все еще На таком течении Хотя бы хилить можно было А не как сейчас Ну и второй тест По физике Телепортируют союзника обратно на базу Герои перемещаются с задержкой 3 секунды Если применить заклинание на себя, то все подконтрольные существа с задержкой переместятся к вам Звучит так себе на самом деле, потому что я не знаю, что мне делать с толпой ДЦП-шнеров Хотя Стоп, без паники Второй тест все равно почему-то не работает Странно, кстати, но Сам скилл в доте есть Плюс я просто обязан был его вспомнить просто ради одного момента Когда хвост на гуле залез в крипа, чтобы не сдохнуть Но что-то пошло не по плану Ходят слухи, что он все еще в том крипе Брудмазер Мне почему-то казалось, что у нее удалили гораздо больше скиллов, но нет Инкапаситейтинг байт Яд героя ослабляет врагов, замедляя их и заставляя промахиваться при атаках По сути работает как очень стильная версия орбов Венома И отвратительная хуйня на самом деле была, потому что уже на первом уровне давала 30% шанс промаха Ну и конечно аддитивно стаклась со всякими там орбами, скадями и что сука самое грустное С воротами, ведь это по сути не у вороты, это именно промахи Отвратительно, блять Брюмастер Есть два пивка Какое сами употребите, а какое батте отдадите Хуевый выбор Дранкен Хейс Старая версия нового второго скилла Обливает жертву спиртным, из-за чего там медленнее передвигается и может промахнуться при атаке Самая большая проблема со скиллом состояла в том, что он не развивал какой-то красивый геймплей Почему? Шанс промаха 70%, длительность 4,5 секунды, откат 5 Ручники на линии в принципе могли не оставаться, а про контроль дальников и подобную хуйню вообще молчу Плюс небольшое замедление, которое вместе с первым вообще не позволяло двигаться по карте Реально подпивный герой был Да ладно А еще у него скиллов в консоли больше, чем у инвокера, если не считать его обилить нрав скиллов Но об этом попозже Рубик и его пассивка, нулфил Которая на самом деле переключаемая аура Оцените описание Знания тайной магии создают ауру, которая усиливает разум колдуна Или притупляет сознание врагов неподалеку Дальше логичнее Способность либо снижает сопротивление магии у противников, либо увеличивает его у союзников В нынешней мете была бы полностью сломана, потому что это минус 22% магического резиста в 1200 радиусе Помните патч с усилением сопротивления от интеллекта? Эта аура заставит ваше сознание притупиться Аутвордер Девавури Реер Вот одна из основных причин, почему я не могу запомнить, как работает дота в данный момент Сейчас у Дестра есть эссенс флакс, а раньше у него была эссенс аура И то, и то регенит ману, но аура логично была аурой Когда сам герой или союзники рядом с ним используют заклинания, они могут восстановить часть своей маны Шанс 40%, регенит 25% маны Также дает пассивный бонус к базовому запасу маны, плюс 450 И под фронтлейн Бристаж живущего Некра или Сейф Дазла заходит прям иде... Заходило идеально Лич, я нашел байт на комменты для олдов Если тоже не помните, что у Лича была аура, которая замедляла скорость передвижения Все нормально, это не инсульт Даже если вы играли с открытия, вы не должны знать об этом скилле Потому что у Лича есть два удаленных и один недобавленный скил Фрост аура Аура для союзников, под которой все их атаки замедляют передвижение врага Ля, ведь прикольная аура, кстати Правда, радиус 1200, чё-то перебор Анхолипакт Стоп, что блять? Дает дополнительную скорость атаки на несколько следующих ударов Снижая долю от маны врага за каждый удар При применении герой теряет часть от текущего запаса здоровья Действует до 15 секунд или до применения всех атак, которых всего 5 Ээээ, чё за хуйня? Такого скилла не было в доте Я всё это время думал, что это просто кушалка крипов, которая позволяла разменивать хп мобов на ману Но вальв, походу, когда-то изменили этот скилл и решили его просто не добавлять А ведь он на удивление пиздатый 8% выжигания максимальной маны за каждый удар Но стоит 20% вашего хп Но дает 100 скорости атаки Ахуеть на самом деле Потому что, походу, вот этим вот хотели медузу контрить, но чё-то не пошло Ну и последний, в итоге единственный, который был в доте, айс армор Создаёт вокруг союзника или дружественной постройки щит, который увеличивает броню цели и измедляет атакующих её существ Действует, внимание, 40 секунд Отказ 5 Дает 10 армора и замедляет скорости на 32 Ещё раз, 10 брони, которые действуют 40 секунд Плотно, охуеть так Кипер оф зелайт Как же всё-таки ему много скиллов местами поменяли, однако И при этом удалили всего лишь один Монолик Ослабляет магическую сущность врага, заставляя его терять ману при передвижении Если враг потеряет всю ману, он будет оглушён За каждые 300 единиц, это как дальность атаки МК Противник будет терять 5% от максимальной маны И как бы да, мана терялась немного, даже с травелами Но кулдаун в 10 секунд с длительностью 7 немножечко мешал играть Инвокер Нет, 27 скиллов в доту ему всё-таки не завезли, но близко В общем, в консоли у него... Я только сейчас посчитал Ну, мля, сколько? Немало 27 скиллов Не-не-не, нахуй, мы здесь не за теориями 10 из них это скиллы из обилити драфта И да, я знаю, что некоторые люди играют в обилити драфт Но давайте всё-таки объясню, в чём смысл Я думаю, те 12 человек не обидятся В обилити драфт вы сами выбираете скиллы, а значит собирать инвокера через сферы было бы очень тупо Для этого придумали отдельные варианты базовых скиллов Перечитывать мы их не будем, но прикол в том, что у них всего лишь 4 уровня вместо 7 Или 8 у инвокера, неважно Поэтому, если что, берите дефтельку с приправами, урон должно хватить Деспрофит, народ охуеть, чекайте Сейчас вы либо проинсультитесь, либо подумаете, что это сделал я Потому что, да, эта пассивка больше не работает Но когда я вспомнил, что она существовала в доте, я просто не мог про неё не рассказать Вичкрафт, посмотрите на эту иконочку, пожалуйста Увеличивает мощь заклинаний Деспрофит и даёт дополнительный бонус к скорости передвижения Уменьшает расход маны и перезарядку Криптсворма и Сайланса А заклинания Экзорцизм... лол... Призывает большее количество духов Это буквально таланты до того, как появились таланты 20% скорость передвижения Уменьшение монокосты на 1-2 скил и 25 Сейчас на последнем левеле всего 110 к слову Также уменьшает их кд на 4 секунды и даёт 6 дополнительных духов для ульты Опять же, просто к слову, Вичкрафт удалили в 2015 году Патч 6.86 Таланты появились... в 2016 Как же Айс Прок работает, я в ахуе Кристал Мэйден Ага, я сам в ахуе Лет ит гоу Будем честны, Дисней не позволил Создаёт в выбранном направлении ледяную тропу Которая замедляет врагов, ускоряет владельца И даёт ему беспрепятственное передвижение Судя по тому, что у скилла всего лишь один уровень Это мог быть аганим шард Однако, что-то пошло не так Дальше, Айс Ринг Ещё один, блять, шард Но этот куда более имбовый И куда менее... Эээ... ну вы поняли Создаёт область, в которой противники начинают скользить При этом находясь как будто бы под корнями Получая урон при выходе из круга Или ударя во что-нибудь Но знаете что? Мне кажется, даже с кулдауном в 25 секунд Этот шард всё равно не будет сильнее простого передвижения под ультой Морфлинг Шкала перекачки статов является отдельным скиллом Что за хуйня? А потом кто-то ещё спрашивает, почему этот герой настолько сломан Ответа, увы, мы уже не получим Потому что в Альф удалили все доказательства Серьёзно, обычно такого не происходит Особенно с такими механически сложными скиллами Но только не с морфом Смотрите, скилл морф это буквально та самая шкала статов Репликейт это нынешняя ульта Которая называется морф Следите, пожалуйста, сейчас Скилл морф репликейт Который называется в честь игрового и консольного названия ульты Его, да, удалили Скилл гибрид, да, тоже удалили Я бы очень сильно хотел почитать комментарии от разработчиков про морфа В самом коде доты И я уверен, там не один десяток новых ругательств можно найти Ты, пида Мипа Шутить про лопаты не буду Потому что за цвета не поясню Так что похуй Геострайк Описания буквально нету Но это пассивка, которая позволяет вам красть по 24 хп И 7 голды за каждый удар На каждом мипа Просто вгрызайтесь в бедного саппорта И вписывайте его, блять, в долги Если вам интересно Ну или просто о длительности ролика Нынешний рансак крадет всего лишь по 18 хп И это у героев У крипов всего лишь по 9 Да, раньше было богаче Луна Ля, я надеялся, что хотя бы в этом видео я буду знать все скиллы Учитывая, что я играл до того, как появилась эта ёбаная игра Но это какой уже пятый, да? Короче Активная версия лунар блессинга Снимает отрицательные эффекты И увеличивает скорость атаки на 75 А ночью действует в 2 раза сильнее Плюс 150 скорости атаки С диспеллом за 40 маны Каждые 15 секунд Не, я конечно не против У Кристины есть, скажем так, полная луна Поэтому поиграть всегда можно Ах да, по поводу того, что я начал играть До того, как появилась эта игра До того, как появилась вторая дота, логично Фейслас Войт Со своим блядским бэктреком Описания у скилла нету Поэтому поехали дотопедиться Ээээ Безлицевый пустот уворачивается от урона Прыгая назад во времени Нивелируя все виды урона И просто, чтобы вы понимали Несмотря на то, что шанс на уворот всего лишь 25% Бэктрек увеличивал эффективное хп вайдан на 33 Против любого типа урона Кроме хп ремовала типа пассивки Некра Какого хуя? Почему? Не важно И знаете, одно дело кушать каждый четвертый тик урона от Айеншелла И совсем другое дело Увернуться от пальца Леона Или, наверное, самое мразотное От косы Некра Слава богу, что сейчас ему для этого нужен 25-й талант Слава богу Дроу Рейнджер Тебе слева или справа, сука? Старая версия Сайланса Запрещает всем вражеским существам выбранной области применять способности Маленький радиус и очень долгая анимация каста Вот с чем дровке приходилось жить, пока правой не появилась Ну и второй скилл Престижен Аура Увеличивает урон атак союзных героев дальнего боя Основываясь на ловкости владельца способности Применение этой способности дарует этот бонус крипам дальнего боя на 30 секунд Все сходится 40% ловкости в урон не то чтобы так уж и много Если вас не 5 дальников под дровкой с 6 бабочками Либо... Короче, давайте покажу вам причину, почему этот скилл пришлось удалить Но не в доте, потому что в альфе его полностью сломали При нажатии пассивки... Это не пассивка получается Фамильяры также получали дополнительный урон на 30 секунд Из любой точки карты То есть, треть всего времени по карте летали макро-залупыши Которые под первым скиллом висажа бьют больше трех раз в секунду Да, на них он тоже работает, если что Ну так вот Их скорость атаки балансилась маленьким уроном Сейчас всего лишь 75 Но просто представьте, что может произойти, если дать каждому из них по сотне урона Хотя, зачем представлять? Вы только что это видели Кстати, только сейчас вспомнил, что этот скилл также еще удалили из кастомки Потому что он слишком сильно работал на саммонеров Так, мне кажется, этот скилл просто сам по себе сломан, блять Андерлорд и его массовый телепорт Который был последним разом, когда я серьезно говорил, что дота умирает Но это тупой был, все нормально Открывает темную брешь возле выбранного союзного существа или постройки После небольшой задержки владелец способностей и все союзные герои вокруг него Трепортируются к этой бреше Описание объективно ебанутое Но благо этот скилл в Альф не успели сломать Или не имели мотивации Просто вы и ваши союзники можете резко вылететь из драки Даже из хроносферы Ааа, вот что это означает, что это был вис на максималка Блять, мне понадобилось только два месяца на это Ну или окей, ладно, может быть 8 лет, неважно Тренд протектор Что это за хуйня? Если добавить герою через консоль скилл, который называется Lifebomb Explode То герой просто начнет раздуваться и взорвется нахуй И что самое, блять, странное Вашего персонажа больше не существует Вообще Он не умер, он не в астрале Он просто нахуй исчез Нельзя сброситься Нельзя вызвать героев Нельзя даже перевыбрать героя в этом самом лобби Оно залочено, как бы, закончено нахуй А, я походу нашел, чем это должно было быть Описание Бросает семечко на землю, которое сразу начинает расти После трех секунд оно взорвется, исцеляя союзников и уроня противников на 300 хп в радиусе 600 Каким образом можно эффект от этого скилла дать самому себе и, что более важно, зачем, я ответить вам уже точно, блять, не смогу Но на такое мы уже внимания не обращаем 8 Спиритбрейкер Опять же, я почему-то подумал, что у него удалили больше, чем один скилл, но за все время пропал только Эмпауэринг Хейст Могущество героя растет вместе с его скоростью Его присутствие увеличивает скорость передвижения ближайших союзников Способность также можно применить, чтобы увеличить бонус от ауры на 6 секунд Скорость передвижения не самая большая, всего 10%, но вместе с Ускаром, Гулей, Омником и Веспом можно устраивать плотную движуху Первые минут 6 Ускар Ухля, я уже и забыл, сколько хп регена можно набивать на нем Инер Виталике Раскрывает у союзника скрытые способности к регенерации? Лечение зависит от основного атрибута цели, а если ее здоровье ниже 35%, восстановление подействует еще сильнее Длится 16 секунд, откатывается всего лишь 10, приятно, но реген все-таки приятней 12 базовый, еще 12% от главного атрибута, что на том же Хускаре 20 уровня, это уже 250 хп регена, блять, в секунду Еще раз, в секунду Эта хуйня может перерегенить ульту профетки Тараска, БКБ, Армлет, Саша Яша, Скади, Сатаник, Паладинка, да мне похуй, и Хускару тоже 800 хп регена в секунду, умирать харам, поняли? Омни Найт, я понимаю, что вы можете мне не поверить, но это все разные скиллы Не верите? Ладно, действительно, пытаюсь наебать Уникальных скиллов здесь всего лишь 3 Да, у Омника 3 разных, кхм, репела Обычный Хевенли Грейс игнорируем и смотрим на необычный Хевенли Грейс Создает вокруг цели божественный щит, который увеличивает ее сопротивление эффектом, силу и восстановление здоровья Тип развеивания сильное, это важно, длится 10 секунд, кд 14 Но я помню, что с талантом этот скилл можно было еще сделать меньше слегка в кд, бесконечно короче был 38 силы, 20 хп регена и охуеть ударится 50% сопротивления эффектом И он до сих пор работает, так что держите щеловые 94,5% статус резиста Нахуя? Потому что можно Ну и второй скилл, вот про него я совсем забыл, но да, он существовал в доте Защитный дебаф Дивайн сэнкшн Враги под этим эффектом некоторое время наносят меньше урона заклинаниями Сильно меньше На 80, блять, процентов меньше Ну и как бы да, антирипейл, мейдж слейер и враги больше не могут наносить урон заклинаниями Вообще Плюс длится эта шляпа 7 секунд и откатывается всего лишь 12 с монокостом 80 Охуеть на самом деле, какие скиллы мы потеряли Так, а теперь вспоминайте мои слова по поводу 30 минут и выкидывайте их нахуй Хотя о чем я, вы-то изначально знали длину ролика Но раз вы досюда досмотрели и все еще не спите, то окей, прощаю Вы могли заметить, что здесь не было очень важных пассивок, типа крыги экстерриера Тини А все потому, что за этими скиллами нужно теперь лезть гораздо глубже в доту И не факт, что будет работать, поэтому если что, сами сделаем Ой, бля, погнали смотреть на те скиллы, которые удалили за время моей игры в доту окончательно Суисайд сквад атак Вторый и третий скилл Текиса, который пробыл в доте с патча 5.57 до патча Новый Путь 7.00 Текис жертвует собой ради общего блага, нанося огромный урон в области Чем ближе враги к Текис, тем больше урона они получают Время возрождения Текиса уменьшается на 50% И насчет урона описание не шутит В радиусе 200, то есть почти впритык Уже на первом уровне ССА наносил 500 физического урона Да, почему-то физического А на седьмом 1150, сука И как бы да, он сразу умирал, но очень часто он забирал хотя бы кого-то с собой Сразу вспоминаются моменты, когда на вас вылетает магнус с ультой И вы стоите и смотрите, как в вашу сторону бегут три суицидальных карлика Сука, отвратительно Вернемся к личу и той самой иконке Герой приносит жертву союзного крипа и получает ману Пропорциональную текущему здоровью жертвы До патча 720, уже с первого уровня Лич мог жрать союзных крипов, чтобы не давать экспу противникам И получать себе ману Тогда еще, в те времена, если ты играешь против Лича Ты сразу знаешь, что на одной из линий Не будет хватать крипа А если против Энигмы, если чем, то да, ты знаешь, что не будет хватать двух А если они еще на одной линии Ух, блять, Никита, блять, пора нам возвращаться Сори Ну а на последнем уровне мана становилась буквально бесконечной Каждые 18 секунд восстанавливать примерно по 500-600 маны Это, ну, охуеть, здравствуйте И да, поэтому на Лича особо не любили покупать арканы Фейзы и поехали А сейчас, на самом деле, можно что-то уже обдумывать Начните обдумывать Реджект, модернити, эмбрейс Арканити Ластворд Сайленсера до патча 6.76 Я вообще не представляю, чья это была идея Но этот скилл, что называется, в соленушечку Закрывал таких героев, как Шейкер, Шторм и Шпак Шпак Аура с радиусом 750, в которой любой противник, нажавший скилл, получал 3-х секундный сайленс То есть, если врывается какой-нибудь Шейкер, то без БКБ после эхо слэма он уже ничего не нажмет Сука, скилл, который запрещает фаниться Марш оф за машинс Около боевой, но в основном фармящий скилл тингера, который заменили на матрицу Призывает армию механических слуг, атакующих врагов в области вокруг героя Математически неплохо В среднем противники получают по 350 урона, но как бы реарм Ну а общий урон получается около 4,5 тысяч Но это чуть более нереалистично, чем попасть всем ультом ЦМки Бля, очень хотелось бы вам объяснить, ну и себе заодно, еще разок, как правильно использовать этот скилл Но пусть каждый тингер мейн подтвердит Марши уважают только опыт Статик Фил Самая долгая из пассивок Зевса, которая продержалась больше 12 лет Охуеть В смысле, 6.28 вышел в 2006? Зевс поражает шокированием всех противников вокруг Каждый раз, когда он кастует скилл, нанося им 11,5% от их текущего хп Радиус пассивки 1200 Дотобав даже расчеты приложил, в которых написано, сколько скиллов надо нажать, чтобы опустить хп до определенного уровня И, знаете, неплохо За 3 каста Зевс уже потрогает всех на четверть хп от максимального Даже не считая урона от самих скиллов Ну а всего за 6 до 50% Помните тех Зевсов, которые просто собирают рефрешеры и делают рампагу? Ниген, не надо Вот и я нет Но они все еще верят Энфибл Окей, этот скилл не удалили, но учитывая, насколько сильно его изменили, зачтем Ослабляет врага, снижая его физический урон До патча 7.20 вместо дальности каста, резиста и риены и подобного Он просто уменьшал урон с руки, но просто вдумайтесь в цифры На седьмом уровне Бейн мог уменьшить урон на 120 Что, да, по факту, просто выключает любого героя на таких минутах Кроме, не знаю, может быть, раззора Но это не самое классное Дальность каста Косарь, длительность 20 секунд, откат 8 Ну его нахуй Даже на первом уровне инфибл длился почти в два раз дольше, чем откатывался На стадии лейнинга такой Бейн вполне мог держать обоих героев буквально без урона И, да, талант 220 уменьшения урона, бля Стоп, а он разве, он разве за это еще урон получал? Так, окей, подобная хуйня почему-то, эээ Почему мне кажется, это просто каким-то кошмаром ебаным? Хороший вопрос Дранкенбравлер Но не самый долгий, а тот, что был во времена 7-27-27 Описание золото Используя технику пьяного боя, герой получает шанс уклониться от атак и нанести критический урон Под действием скорость передвижения варьируется от минус 20% до плюс 40% Действует 5 секунд А теперь смотрите Этот скилл пассивно давал вам 24% шанса крита, который с талантом был близок к самым сильным критам в игре И, мне кажется, должно быть не 380, а 400%, но плевать У того же джагера, например, криты всегда были на 200%, пусть и со слегка большим шансом Плюс еще 24% у воротов, что уже делает этот скилл более чем ебанутым Однако, мы только разгоняемся После прожатия на 5 секунд вы умножали шанс критов на 3 Ну и у воротов вместе с ними 72, блять, процента То есть, в течение 5 секунд 7 из 10 ваших ударов наносили в 4 раза больше урона, чем ваша обычная тычка Любой, кто в те времена не пытался брать драчника под пивом, пустили момент логично агрессивного разворота на необъективно агрессивную фантомку Но типа, под бравлером у вас были больше не только криты, но и увороты Охуенный герой был Нейротоксин вайпера до патча 7.07 Это был первый скилл в доте, который я не понял и забил хуй Наверное, после него я перестал читать описание, но не суть Это была пассивка, которая позволяла вайперу наносить дополнительный урон, в зависимости от количества хп жертвы Этот урон унажался на 2 за каждые 20% потерянного здоровья, но работал лишь в половину против крипов из строений Поняли, да? Легко же Жалко, что тогда у меня не было дотопедии, ведь вот они, блять, вот они все циферки, которые и так хотел знать 14-летний демастик Такие себе Древний Апроприэйшн и его чилингтач до патча 7.20 А вот этот вот скилл доказал мне, что иногда даже лучшие из лучших абсолютно нихуя не понимают Я написал до того, как осознал про первый скилл чена, который увеличил входящий урон Сука Ледяной ветер зачаровывает союзных героев, добавляя к нескольким их атакам магический урон Каждая атака замедляет скорость передвижения жертвы Поначалу никто не качал третий скилл на аппарате Настолько, что плюсики Максли до чилингтача Но потом кто-то из проигроков придумал сделать красивый и собраться в пятером на ФБ Мне почему-то кажется, что это был пупей, я даже не знаю почему Либо нави, либо пупей, либо и то и то И если три тички по 20 урона не являются чем-то серьезным То 15 таких тичек в любом случае будут Но то баф прям сразу намекает, что надо толпой собираться Особенно если не забывать про замедление, которое позволяло чесить почти любого героя А потом понеслась, блять, а потом его удалили Технически реворкнули, но баф у аппарата больше не Фэнтом Эйдж Я походу утопил этот скилл где-то в глубинах своего разума Потому что если бы не иконкой, я бы наверное о нем так и не вспомнил Фэнтом Лансер оттачивает свои способности Увеличивает шансы джукстапоза и дает возможность иллюзиям джукстапоза создать собственные Фэнтом Эйдж также увеличит магическое сопротивление Лансера Простая пассивка, которая давала 20% мэджик резиста Плюс 6% шанс срабатывания джукстапоза, чтобы больше иллюзий вызывать И плюс 7% шанс срабатывания джукстапоза на иллюзиях от джукстапоза Сука, чтобы больше иллюзий вызывать Да, какой же ты мразотный персонаж всю свою жизнь был, ёп твою мать Перманент инвизибилити Да даже название уже блять неприятно Вечная невидимость Ну а если точнее, пермоинвиз из патча 6.82 Вальф со всей своей статистической мудростью решили сделать инвиз базовой способностью Поэтому у нее 4 уровня, но просто осознайте Рики был невидимый на первом уровне Мог нажимать предметы не выходя из инвиза А также сразу имел 6 хп регена И вроде как это длилось всего лишь год, что по меркам доты более-менее нормально для сломанного скилла Но это я вспоминаю как отдельную и очень долгую главу жизни доты Так, не, я понимаю, что хэдшот снайпера не удалили Да и вообще работает он достаточно похожим образом Однако это важно помнить Сейчас его пассивка просто замедляет противника А также слегка отталкивает его Но... Начало это происходить как раз после патча 6.82 До этого хэдшот имел тот же шанс прока Но вместо замедления микробашил Ну, хотя микробаши, это немножко наебалово Патч 6.76 Увеличено время действия стана до 0.25 секунд на каждом уровне Это 40% баш на дальнике без кулдауна Ёбаный в рот можно больше не надо Фрозен Сигил Как же я мог забыть про тот самый скилл Тускара Который удаляли и возвращали и удаляли и возвращал 3 блядских раза Плюс он все еще висит на странице персонажа Правда без статов, но похуй, Вики пока жива Туск призывает печать мороза Взывая глубочайшему холоду зимы Печать задает метель, которая замедляет всех вражеских существ в радиусе 600 И честно, я рад, что его удалили Не потому, что скилл какой-то сложный в исполнении Ну или просто имбовый, отнюдь Он просто, блядь, ни к силу, ни к пенису получался Крэгги экстериор Пока далеко от снайпера не ушли Вот вам вторая самая ублюдская пассивка в игре Окей, на этот счет пока что не уверен Но поэтому я и делаю это видео Короче Защищает Тинни от физических атак При этом любые враги атакующие Тинни в радиусе 300 могут быть оглушены Объяснять пассивку особо смысла нету Можете пойти стену пиздануть и сами все поймете Каждый раз, когда вы бьете Тинни в миле радиусе Есть шанс в 25% что вы застанетесь на Две блядские секунды И нет, у него не было кулдауна То есть какой-нибудь там тролль, урса, сларк, фантомка И практически все остальные мили кэри без бкб Не делали буквально ничего этому герою Если тебе нужно больше 4000, чтобы убить огромный камень с 30 брони То лучше не надо Так что если будем все-таки делать релиз самых-самых пассивок всех времен Это точно будет топ 5 Ливинг армор Вообще даже сейчас способность очень недооцененная Но после ее улучшения в патче 6.75 Пошляпка стала как раз Накладывает на выбранного героя или постройку Защитный покров, увеличивающий регенерацию здоровья и броню Дальность каста также глобальная То есть через всю карту Но принцип работы был слегка другой Армор мог заблокировать 9 разных инстансов урона по соточке По сути очень похоже на работу нынешних барьеров Ну или капельки Но об этом точно не сегодня Плюс 16 хп регена Пока пошляпка активна А с кулдауном 12 секунд и действием 15 Вы могли держать одного аккуратного молодого под постоянным регеном И достаточно приятным щитом Правда и лимита на количество сброшенных слоев брони за секунду тоже не было Поэтому у Дарксир буквально сжигал эти щиты Но... Ну... Его же не поэтому туда постоянно пикали, да? Да? Надеюсь нет Инер Виталике Удаленный вспомогательный скилл Хускара Который позволял вам очень неплохо регениться самому Но иногда регениться союзников Если хорошо себя вели Раскрывает у союзника скрытые способности к регенерации Интенсивность лечения зависит от основного атрибута Если здоровье ниже 35% Цель регенерируется быстрее Морфлинг 3500 хп 400 регена Кентавр 10к хп 800 хп регена И... Что важно Он работал сильнее на лоу хп То есть теперь каждый герой становился тем самым хускаром Который живет на 20 хп и делает минус 4 И как бы да Неплохо конечно Но хускаром на 20 хп должен быть именно хускар Поэтому логично что хил удалили Это все еще не заставит меня пойти спать Субтитры сделал DimaTorzok